Змей Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змея, плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Книга бытия. Иван Александрович Гончаров нередко читал друзьям отрывки из романа, который он после назовет обрывом. Он рассказывал о его программе и вдруг в новых произведениях Тургенева стал замечать, как ему показалось, очень похожие сюжеты. И однажды после прослушивания дворянского гнезда поделился своими подозрениями с самим Иваном Сергеевичем. Мягкий Тургенев пошел на уступки и выкинул одну из сцен. Это еще больше утвердило Гончарова в его опасениях. Следующий роман накануне. Тургенев выслал Ивану Александровичу заранее и получил просто оскорбительный ответ. «Нет, спешу возвратить вам, Иван Сергеевич, повести, с которой я прочел всего страниц сорок, да читаю когда-нибудь после. Как в человеке ценю в вас одну благородную черту. Это то радушие и снисходительно пристальное внимание, с которым вы выслушиваете сочинения других». Встретив как-то критика Дудышкина, спешившего на званный обед, который Тургенев давал как раз по случаю выхода накануне, Гончаров заметил «Это на мои деньги будете кушать». «Сказать?» – спросил Дудышкин. «Скажите, скажите». Тургеневу все это надоело, наконец, и он потребовал беспристрастного третейского суда. По взаимному согласию сторон этот неслыханный в России процесс о плагиате и состоялся на квартире у Ивана Александровича 29 марта 1860 года. Произведения Тургенева и Гончарова, как возникшие на одной и той же русской почве, должны были тем самым иметь несколько схожих положений, случайно совпадать в некоторых мыслях и выражениях, что оправдывает и извиняет обе стороны. По становлению Писательского трибунала Гончаров, кажется, был доволен. Еще во время прослушивания он признался, что был увлечен своим мнительным характером и, возможно, преувеличил вещи. Но тут поднялся Тургенев и дрожащим от волнения голосом произнес. «Дело наше с вами, Иван Александрович, теперь кончено, но я позволю себе прибавить к нему одно, последнее слово. Дружеские наши отношения с этой минуты прекращаются. Я остаюсь поклонником вашего таланта, и, вероятно, еще не раз мне придется восхищаться им вместе с другими, но сердечного благорасположения, как прежде, из-за душевной откровенности, между нами существовать уже не может». Цензор русской литературы. Гончаров хорошо знал труды своих коллег и, может, оттого так долго не двигался его собственный роман, что он видел все свои сюжеты занятыми. Теперь, пристыженный, Иван Александрович взглянул на проблемы авторских прав другими глазами. Как на диалог, как на преемство. Без угрызения совести он берет глубоко поразившую его грозу Островского, которую только что в начале марта он сам же рекомендовал к награде, и делает ее план своим. Увлечение нервной, страстной женщины и борьба с долгом, падение, раскаяние и тяжкое искупление вины. Он встал и, потирая руки, начал скоро ходить по комнате, вдумываясь в первую главу. Как? С чего начать? Что в ней сказать? Походив полчаса, он умерил шаг, будто боролся мысленно с трудностями. Шаг становился все тише, медленнее. Наконец, он остановился посреди комнаты, как растерянный, точно наткнулся на какой-то камень и почувствовал толчок. «Ну, как я напишу драму Веры, да не сумею обставить пропастями ее падение», – думал он. «А русские девы примут ошибку за образец, да как козы одна за другой пойдут скакать с обрывов. А обрывов много в русской земле. Что скажут маменьки и папеньки?» Иван Гончаров. Обрыв. Среди друзей у Ивана Александровича было прозвище «Делень». И вдруг однажды в гостях у Майковых он услышал, что Аполлон Николаевич отказался от должности секретаря при адмирале Путятине. «Ну, тогда я буду проситься», – заявил Гончаров. Никто не сомневался, что это шутка. Но на следующий день Иван Александрович и правда начал хлопотать. Ездил по Петербургу, собирал рекомендательные письма и, наконец, добился встречи с адмиралом. Путятину Гончаров понравился и был принят в секретаре. И вот в октябре 1852 года фрегат, совершенно не готовый к такой дальней экспедиции, вышел из Кронштадта в Порстмут. И этот крошечный участок пути чуть не стал для Гончарова последним. Трудно придумать худшее морское крещение для новичка. За 23 дня плавания корабль трижды попадал в шторм. Несколько раз проходил мимо разбитых судов, садился на мель и 10 суток лавировал в немецком море, неудачно пытаясь войти в канал. В результате в Англии Гончаров подал прошение о возвращении домой. И адмирал его отпустил. Но лишь только Иван Александрович начал паковать свои чемоданы, книги, как тотчас представил себе, что он будет делать с этим скарбом во всей Европе. И ему стало лень. Он подал прошение об отмене первого прошения. Путятин не высказал ни удивления, ни раздражения, хотя адмиральский характер считался очень тяжелым, и снова принял его в секретари. Я ожил, отдохнул душой и даже помолодел немного, но только поддельную, фальшивую молодостью, которая, как минутная веселость от шампанского, греет и живит на минуту. Уж чувствую я над головой свист вечного бича своего. Скуки. Того и гляди, пойдет свистать. Прав Байрон, сказавший, что порядочному человеку доля тридцати пяти лет жить не следует. За тридцать пять лет живут хорошо только чиновники, как понаворуют порядком, да накупят себе домов, экипажей и прочих благ. Чего же еще? Рожна, что ли? Спросят. Чего? Чего? Что отвечать на такой странный вопрос? Отсылаю вопрошателей к Байрону, Лермонтову и подобным им. Там пусть ищут ответы. Иван Генчаров Это было сказано летом 49-го в родном Симбирске, где Иван Александрович точно так же надеялся встряхнуться и приступить к обломову и будущему обрыву. Но как на Волге, так и на океанских просторах порывы вдохновения длились месяцы по два, а на смену им приходили годы полного штиля. Из двухлетнего путешествия, кроме путевых заметок, Генчаров не сумел привести ничего. Спасать разочарованного странника досталось Елизавете Васильевне Толстой. Умная, прекрасная и неприступная, она появилась осенью 55-го. И бедный Иван Александрович, по его признанию, тотчас отолстел. Но чтобы скрыть чувства, называл их дружбой и то и делал над собой, подтрунивал. «Тургенев», — пишет он Толстой, — спрашивал, «Скажите, какая прекрасная женщина живет у Майковых, и можно ли там увидеть ее?» И я показал ему шиш. Увы, пошутчивая, он, может, сам прозевал свое счастье. В январе 57-го Елизавета Васильевна вышла за своего двоюродного брата, а несчастному влюбленному еще пришлось хлопотать в синоде, чтобы им дали разрешение на брак. Чтобы совсем не одичать от горя, Иван Александрович изливает свою душу сразу в двух историях любви — Райского и Обломова. «Женщины, вами вдохновлен этот труд», — проворно писал он, — «вам и посвящается. Долго ходил я, как юродивый между вами, с диагеновским фонарем, отыскивая в вас черты нетленной красоты для своего идеала, для своей статуи. Я одолевал все преграды, переносил все муки, без этого нельзя, в болезнях имоши родите чадо сказано. Рядом с красотой видел ваши заблуждения, страсти, падения, падал сам, увлекаясь вами, и вставал опять, и все звал вас на высокую гору, искушая ни дьявольской заманкой, ни царством суеты, звал именем другой силы на путь совершенствования самих себя, а с собой и нас, детей, отцов, братьев, мужей и друзей ваших. Берегите, как провидение, наше детство и юность. Воспитывайте нас честными, учите труду, человечности, добру и той любви, какую Творец вложил в ваши сердца». Иван Гончаров. Обрыв. Обломов был написан в Мариенбаде, со скоростью, с какой печатает начинающая стенографистка. Это произошло летом 57-го, и с тех пор Иван Александрович ежегодно приезжал на этот курорт, надеясь, что то же самое произойдет и с обрывом. Но не происходило. Он никак не мог придумать детали главного конфликта, трагической любви веры. Но вот младший сын Майковых, Владимир Николаевич, женился на очаровательной девушке незаурядного ума Екатерине Павне. Домашние звали жениха старихом, а невесту сразу же окрестили старушкой. Деятельная по натуре, она была полна добрых побуждений. Уговорила мужа издавать детский журнал, «Подснежник», куда выпросила не только гончаровский фрегат, но и несколько вещей у неприступного Льва Толстого. Они казались самой счастливой парой на свете. И вдруг в 63-м году старушка с восхищением прочла популярный среди молодежи роман Чернышевского, «Что делать?» И тут же стала подражать его новым людям. Она привела в дом здоровенного детину, собиравшегося поступать в университет, и сказала, что он будет учителем их троих малышей. Глядя на него, Гончаров только покачал головой. Особых данных у того для занятий наукой не было, зато он вполне мог бы заработать с физическим трудом. Иван Александрович был очень привязан к этой чете, особенно к старушке. Он чувствовал, что добром все это не кончится. И правда, вскоре Екатерина Павловна сбежала с учителем в какую-то социалистическую общину под Сочи, и там родила от него ребенка. Конечно, от жертв отлынивали и старшие поколения, но только не возводили этого в принципы. Не говорили, «У меня вот больная жена и шестеро детей, да я хочу пожить для себя, а вы, черти, как хотите. Притворяться я не могу, у меня любовь вся вышла, и я должен вас всех, ребята, бросить. Хотя я и любил вас когда-то, но люди созданы эгоистами. Я еще силен, здоров, и потому прощайте». Из письма Гончарова Екатерине Майковой. Вскоре старушка разошлась и с общиной, и с учителем, но ни к детям, ни к мужу так и не вернулась, а забрав незаконное дитя, стала воспитывать его одна. После этой драмы Иван Александрович пошел на нигилизм войной. Он добился закрытия журнала «Русское слово», где печатался Писарев, а как писатель вывел в обрыве отвратительную фигуру Марка Волохова, который проникает в прекрасный бабушкин сад и протягивает вере яблоко. Новое учение не давало ничего, кроме того, что было до него. Ту же жизнь, только с уничижениями, разочарованиями и впереди обещала смерть и тлен. Оставив себе одну животную жизнь, новая сила не создала вместо отринутого старого никакого другого, лучшего идеала жизни. Он манил вперед образом какого-то громадного будущего, громадной свободы, звал ее вкусить хоть часть этой жизни, сбросить с себя старое и поверить, если не ему, то опыту. И будем как боги, прибавлял он нас смешливо. Обрыв. Спор между Верой и Волоховым завязывается вокруг вопроса, существует ли в природе грех как таковой. Она убеждена, что всякая любовная связь, не освещенная таинством брака, греховна. Он отвечает, что, мол, птички вот выведут детей, а потом воротят носы в разные стороны. У него, как и у Базарова, теория любви на срок. Главное, добиться толку, а нет, так и не свет клином сошелся. Вера все понимает, но противостоять не может. «Нельзя жить! Нельзя!» шептала она и шла в свою часовню. В ужасе смотрела на образ, стоя на коленях. Только вздохи боли показывали, что это стоит не статуя, а живая женщина. Образ глядел на нее задумчиво, полуоткрытыми глазами, но как будто не видел ее. Персты были сложены в благословение, но не благословляли. Летом 67-го Гончаров снова едет лечиться в Мариенбад и снова не находит вдохновения. Взял с собой пожелтевшие от времени тетради, пишет он, но ни здоровья, ни труд не удались. И вопрос о труде решается отрицательно навсегда. Бросаю перо. По счастью, вернувшись в Россию, он бросил службу и попытался опять взяться за обрыв. Вы спрашиваете, пишу ли я, отвечает он на письмо Тургенева, и да, и нет. Да и какое писание теперь в мои годы? Впрочем, буду на днях читать толстым. Много хвалят, а все остальное возбуждает вопросы и объяснения. Однажды граф Алексей Константинович пригласил на прослушивание новых глав редактора Стасюльевича. И тот, поняв, как поднимет этот роман популярность его вестника Европы, буквально на Гончарова насел. То игрой на самолюбие, то ласковым словом он сумел таки разжечь в Гончарове творческий пыл и снова выпроводить его за границу. Во мне теперь все кипит, будто в бутылке с шампанским. Прощается окрыленный автор со своим новым издателем. Все развивается, яснеет во мне, все легче, дальше. И я почти не выдерживаю. Один рыдаю, как ребенок, и измученной рукой спешу отмечать кое-что в беспорядке. Во мне просыпается все прежнее, что я считал умершим. Ах, если бы Бог дал удержать это навсегда на бумаге и потом нарядить в красный кафтан, то есть в вашу обертку. Падало царство Татьяны Марковны. Пустел дом. Она видела теперь в нем мерзость запустения, не цветущий благоустроенный порядок домов, а лишенный надзора и попечения ряд полусгнивших изм. Притон пьяниц, нищих, бродяг и воров. Сад, цветник, огороды смешались в одну сплошную кучу, спутались и поросли бельем. Туда не заходит человек. Только коршун, утащив живую добычу, терзает ее там, на просторе. Грехопадение лишает рая всех обитателей Малиновки. Но бабушка страдает больше других. Ты горда, Вера, предупреждала она. Не Бог вложил в тебя эту гордость. Предупреждала, но уберечь не смогла. Теперь же через ее любовь и глубочайшее раскаяние Господь ведет к покаянию и веру, и бедного героя, который только и находит себя в тот момент, когда все кругом рушится. У меня мечты, желания и молитвы райского, пишет Иван Александрович, кончаются как торжественным аккордом в музыке, апофеозом женщин, потом Родины, России, наконец, божества и любви. Я боюсь только, что маленькое перо мое не выдержит, не поднимется на высоту моих идеалов. Мой грех — повторила она прямо грудью, будто дохнула. — Тяжело, облегчи, не снесу. Шепнула потом и опять выпрямилась и пошла в гору, поднимаясь на обрыв, одолевая крутизну нечеловеческой силой, оставляя клочки платья и шали на кустах. Райский, поражаясь изумлением и ужасом, глядел на эту новую необычайную женщину. «Только великие души перемогают с такой силой тяжелые скорби», — думал он. «Им, как орлицам, даны крылья летать под облаками и глаза смотреть в пропасти. И только верующая душа несет горе так». Нигилисты, понятно, устроили истерику, но больнее всего прошелся по обрыву создатель отцов и детей. Многословие невыносимое, старческое, пишет Тургенев. Это надо сдать в архив. Не знаю, какой успех ожидает роман в публике, но знаю, наверное, что восторгаться им будут только пошляки. Это написано чиновником для чиновников и чиновниц. Успех был и немалый. Число подписчиков у Стасюлевича с первых же номеров выросло в два раза. Но Гончаров, говоривший, что обрыв — это дитя его сердца, которое он вынашивал 20 лет, впал в долгое длиною в год уныние. Выбравшись из депрессии, он перестал писать, но не от лени или болезни, хотя и страдал он немало. От кровоизлияния наполовину ослеп и почти потерял слух, а от боязни, что литературная жизнь с ее тревогами не даст ему должным образом подготовиться к жизни иной. В последние годы, вспоминал Конни, он просветлел духом и проникся ко всем примирениям и прощениям, словно не желая унести в недалекий гроб свой какие-либо тяжелые чувства. Я посетил его за два дня до смерти, и при выражении мною надежды, что он еще поправится, он посмотрел на меня уцелевшим глазом, в котором еще мерцала и вспыхивала жизнь, и сказал твердым голосом, «Нет, я умру. Сегодня ночью я увидел Христа, и он меня простил». Я знаю, что они давно надо мной смеются. Один из новых людей в лицо обозвал меня и веру неразвитыми. Пусть. Не веровать легче всего. Не веря ни к чему не обязывает, ничего не налагает, никакого долга, никакой работы над собою. Легче всего взять шапку, выбежать на улицу и сказать, «Я не верую», и потом плыть по ветру, куда потянет. Есть незаработанное, не признавать никого и ничего. Не удалось, они стреляются, им и жизнь нипочем. Таково большинство неверующих, шалопаев, лентяев и недоучек. Иван Гончаров «Музыка» 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 «Музыка»